Я стал заниматься психологией, психотерапией, когда осознал силу слова. И одновременно я осознал, что многие люди просто болтают. Но есть всем известные пустобрёхи, они не сходят с телеэкранов, с газетных полос. Из политической жизни они никуда не исчезают. Их очень много. Ими всё наполнено пространством. Но при этом их слова не задевают сознание. То есть это люди, которые генерируют пустоту. Их речи не что иное, как обычная лагерея или словесный понос. И таких людей, ну я скажу просто, что их 90%, если не больше. Людей, которые думают, что говорят. И говорят то, что думают, очень-очень мало. Но хороший пример, это можете найти в интернете. Просто вот сейчас мне в голову пришёл такой пример. Это философ Владимир Бибихин. Вот послушайте, как он говорит. Последите за ходом его мысли, например. И вы увидите, что такое мышление, что такое речь мыслящего человека. Ещё раз хочу сказать, что большинство людей просто производит словесный понос. Поэтому, в принципе, к мнению других прислушиваться не нужно. Я, как психолог, понимаю, что за этим стоит. Допустим, когда человек бесконечно возмущается чем-то. Просто вот просыпается с утра и ищет, чем бы возмутиться. И находит. В чём здесь проблема? Что скрывается за этими словами? Невротизация, конечно, да. Ну и так далее, и так далее. На эту тему много роликов. Сейчас не будем повторяться. Это первое. Значит, люди говорят пустое. Просто создают шум. Слова их не задевают сознание. И это касается большинства людей. Включая тех, кто не сходит со страниц газет, с экранов телевизоров. И тех, кто занимается политикой, например. Огромное количество пустобрёхов, пустословов, словоблудов. Я уже говорил, да, что речи политиков не задевают сознание. Они используют какие-то темы. Довольно-таки мелкие. Мало что значимые. Но выдают это за большие проблемы. Которые они якобы... Ну, они собираются решать. Критика тоже мелкая. И так далее. То есть, мы видим, что люди, в принципе, не мыслят. Люди не умеют мыслить. Люди не поднимаются на высоты интеллектуальные. На высоты критического мышления. И, в общем-то, вот в этой луже своей копаются. И всё, что они производят, это словесный кал. Поэтому. Это одна сторона медали. И другая сторона медали. Это то, как мы реагируем на это, на всё. Ну, вот, став психологом, я, конечно, перестал на это реагировать. Обращать внимание абсолютно. Принимать на свой счёт. Когда вдруг так случается, что... Я перестал это вообще воспринимать всерьёз. Слова других людей. Они для меня ничего не значат. Это ноль. Это нули. И, когда я вот это осознал, конечно, я освободился. В том числе и от какой-то оценочной зависимости. Я не хочу сказать, что мне... Как бы мы совершенно не интересуемся мнением окружающих. Нет, мне интересно, чем люди живут, что они думают. Особенно мне интересна, конечно, творческая жизнь людей. Когда они что-то сочиняют, придумывают, изображают. Вот, я обожаю творческих людей, я сам творческий человек. Вы знаете об этом прекрасно, что я создал Таллинский театр песен. Вот я сочиняю песни, их потом поют профессиональные исполнители. Или я не певец, а я просто, ну вот, как бы исполняю песни свои. Ну, рожаю их. Вот, а дальше уже, в отличие от... Я стремлюсь, чтобы песни мои пели, и чтобы их исполняли вот такие профессиональные певцы. Вот. И мне интересно, чем люди занимаются. И вот творческие люди, как правило, ну вот они радуют, да. Вот они что-то придумывают, шутят. Хохмят, смехачат и так далее. Вот это интересно. Вот наше восприятие. Таким образом, когда вы начинаете понимать, что человек говорит в основном о себе, что, а при этом, если у него нет ничего, как бы, нечего ему сказать, то он говорит ни о чем, о себе, как ни о чем, то вы перестаете вообще воспринимать этого человека даже. И таким образом, вот чужое мнение для вас абсолютно ничего не значит. Не играет никакой роли, не имеет никакого значения. То есть вы освобождаетесь от оценочной зависимости. И прийти к этому вы можете только посредством работы над собой, осознанности, повышения уровня осознанности. И вот это результат, прекрасный результат вашей работы над собой, формирование психологической культуры. Дальше, что я еще хотел сказать? Я хотел сказать про благоприятные условия. Да, конечно, все мы стремимся к комфорту. Я сторонник этого зоны комфорта. Я говорил о том, что зону комфорта надо формировать везде самому. То есть не выходить из зоны комфорта, да, а формировать эту зону комфорта, куда бы вы ни приходили. Чтобы вот вы пришли куда-то, и чтобы рядом с вами, и чтобы все почувствовали тепло, любовь, да, спокойствие. Чтобы наполнилась атмосфера вот этими прекрасными чувствами. Комфортом, да, уютом. Вот, что я предлагаю делать? Конечно, бытовой комфорт очень важен. Материальный достаток, да, это все правильно. Но благоприятные условия также способствуют развитию интеллекта, допустим, да. Наук, искусств, расцвету культуры. Но культура это главное. Это, ну, вот смотрите, Древняя Греция, например. Вот уникальное истечение обстоятельств, условий, да, экономических в том числе. Да и, может быть, главным образом экономических. Что, сформировало особые условия, в которых, что, зародилась древнегреческая философия. Вот, и, ну, вот представьте, вот этот Сократ, да. Но это же, это же поразительно, когда такие люди появляются. И вот сколько веков прошло уже, а Сократический метод остался, да. Я, правда, мало слышу, вот, чтобы люди, как бы, в каких-то, в каком-то общении, в дискуссиях использовали этот метод. Кстати, он очень хороший для психотерапии тоже. Вот, когда есть определенная проблема, то можно с помощью вот этого метода маэфтики, да, от этой проблемы избавиться, переоценить ее, поставить под сомнение, под вопрос и так далее, и так далее. Ну, много всего было создано тогда, и уникальные личности возникали, и так далее. Конечно, в условиях экономического концлагеря такое невозможно. Такое невозможно, мы это видим. Поэтому, должны создаваться благоприятные условия для развития культуры, философии, искусства, творчества. Это все должно поддерживаться обязательно. Тогда мы увидим плоды. Тогда люди будут хотеть жить. Вот наш ролик, там, интервью с доктором Куком на тему самоубийства, да, уже набрал больше 30 тысяч просмотров. И я понимаю, что люди не хотят жить в таких условиях. Это очень тяжело. Не на что опереться. Центры удовольствия истощены. Люди чувствуют свою ненужность, да. Я вот с этим сталкиваюсь тоже. Очень, действительно, многие говорят о невостребованности своей. Молодые люди, немолодые. Невостребованность, да. Понимаете, сильные люди должны востребовать слабых обязательно, но талантливых людей. Быть поддерживающей средой. Вот то, о чем я постоянно говорю, линию, которую я гну, да, общество, как поддерживающая среда. Вот это наша философия такая, да, идеология, я бы сказал, основанная на знании психологии, психологических теорий. Вот мой психологический социализм на эту тему. Невостребованность, да. И люди, как бы, сами, сами, ну вот, не востребуют себя. Но это вот главное, востребовать себя, да, обратиться на себя, на себя внимание. Ну, правильно, мы социальные существа, но если общество, понимаете, если общество не создает для нас благоприятные условия, да, значит, это вызов для нас. И тогда мы должны сами осознать это и быть вот той средой благоприятной, которой нам не хватает. То есть, задать себе вопрос, не что общество может дать мне, а что я могу дать обществу. И вот здесь вот так и возникает идея социальной ответственности уже. Вот через этот, через этот процесс, как бы, разочарование в обществе. Вот, значит, благоприятные условия важны. С другой стороны, у этих благоприятных условий есть свои минусы огромные. Часто они оборачиваются чем? А они оборачиваются, вот эти условия, тем, что люди, как бы, зажираются, зарываются, да, начинают себя переоценивать, начинают вести себя совершенно неприемлемым образом. Вот мы это видим. Те, кто живет в комфорте, постоянном, да, Вот, для кого созданы благоприятные условия, посмотрите на их поведение. Он, например, известный, вот, телеведущий. Смотрите, сколько Про пометов все знают, да. Не будем останавливаться. Посмотрите политики, как они себя ведут тоже. В благоприятных условиях человек, как бы, разлагается. Духовно разлагается, морально разлагается. И здесь, да, певцы, посмотрите, да, вот, тоже на их образ жизни, насколько, на их взгляды, на их высказывания артисты. И тогда чиновники, конечно, да, смотрите, коррупция, как процветает. Сотрудники спецслужб, полицейские, и так далее, и так далее. Вот те, для кого созданы благоприятные условия, вот, начинается, начинается процесс вырождения. Деградации. Мы это видим. Кстати, комики тоже. Посмотрите, насколько они не смешные. Вот, насколько это не смешно. Ну, они каждый день делают какие-то посты, да, свои совершенно не смешные. Уже давно. Уже имя на них работает. Люди просто... Ну, вот так. Не будем продолжать это все. Мусор об этом. Говорить нечего. Значит, что я хочу сказать. Конечно, благоприятные условия развращают человека при всем. То есть, они имеют вот эти условия, как свои положительные стороны, так и отрицательные. Вот. Поэтому здесь должны быть какие-то регулятивные механизмы. Кто-то должен это регулировать. Кто-то должен, как бы, смотреть за этим, да. И где-то кого-то приподнимать. Кого-то, наоборот, опускать немножко, да. Чтобы сохранялся баланс здоровья и нездоровья. Негатива и позитива, да. Добра и зла, и так далее. И, конечно, чтобы у всех была возможность себя показать, проявить, процвести, оставить свой след. И, конечно же, быть известным, узнаваемым, зарабатывать деньги. Вот, к сожалению, сейчас перекос такой идет в сторону, в сторону богатых, да. Вот, общество, как бы, разделилось сильно, да. Поляризовалось на богатых и бедных. Ну, вот это неправильно, конечно. И, конечно, даже вороны умнее нас. Вы знаете, что, когда вороны охотятся стайкой своей, да, за добычей, потом они делят эту добычу поровну. Вот вам коммунизм. А когда, если какая-то ворона умыкает эту добычу и одна там ее поедает, да, то то стая, что она делает, она игнорирует. Она бойкотирует, не игнорирует, а бойкотирует эту ворону. Вот так, так это действует у умных птиц. В отличие от людей, которые вот из этих алчных существ человеческих сделали культ и стремятся к тому, чтобы тоже обогащаться и, как бы, отделяться от общества. Это неправильно. Все, что мы имеем, все, чего мы достигли, мы достигли только благодаря социуму, только благодаря обществу, только благодаря нашим собратьям. Поэтому, по большому счету, нам и не принадлежит ничего, знаете. Вот. И то, что люди так ценят, ну, оказывается, на поверку малозначимым. Вот этих, вот этот их словесный понос, считается, что это свобода слова, выражение мнений, да. Ничего там нет такого особенного. И так далее. Вот эти накопления всевозможные, да. Но счастья-то нет при этом. Люди-то недовольны жизнью. Вот. Не могут познакомиться, не могут общаться, не могут вступать в отношения, не могут наслаждаться жизнью. Потому что ложные ценности. И вот это я хотел сказать. И теперь еще немножко о том, как стать уверенными. В одном из предыдущих роликов я говорил о мыслях, которые мешают уверенному поведению. Теперь я расскажу о мыслях, которые воспитывают уважение к себе. Итак. С этого момента я буду отстаивать свои права. Раз. Значит, защищайте свои права, свои интересы. Слова. Да. Я надеюсь, что вы сделали вывод после моего вот этого выступления о том, что слова совершенно не важны большинства людей. Большинства. Не важны. Потому что это лагерей, словесный понос. Поэтому важны дела, поступки. Смотрите, как люди с вами поступают, государство поступает и так далее. И делайте выводы свои. Отстаивайте свои права. Это обязательно. Без этого вы никогда не воспитаете уважение к себе. Дальше. Ведя себя смело и напористо, со временем я перестану чувствовать при этом неловкость. Ну, будьте смелыми. Удача сопутствует смелым, да. Fortune favors the brave. Вот знаменитое выражение, которое я слышу от иностранцев часто. Будьте напористыми и смелыми. Ошибаетесь. Не бойтесь ошибиться. Все ошибаются. Направляйте агрессию где надо. Ну, в рамках, конечно, да. Без психоза, без потери самоуправления. Без перехода в психосоматику. Глупо игнорировать собственные интересы и всегда считаться только с потребностями окружающих. Ну, что же. Вы тогда будете придатком. Вот как мы сейчас в экономическом концлагере. Придатки экономической системы. Вот Эрих Фрома в этом писал замечательно. В своей книге «Бегство от свободы». Вот, почитайте. Думайте о своих интересах. А ваш интерес какой? Собственный. Для чего вы пришли в этот мир? Задумайтесь, да. Мы приходим в этот мир, чтобы проявить себя. Показать себя. Чтобы отчуждать собственную экзистенцию. Да. И заниматься творчеством. Вот это цель. В нашей жизни это творчество. А творчество что? Дает энергию жизни. Вот эта радость открытия. Оно очень евристично всегда. Это и поиск. И поиск это и есть творчество. Вот, когда люди, допустим, хотят познакомиться с кем-то, но не хотят искать никого, не участвовать в этом процессе поиска. Да. Нужно писать, звонить, обращаться, встречаться. Вот вы так и будете получать опыт. И жизни в социуме, и общение, и свои уроки извлекать, и так далее. И в конце концов вы созреете до отношений. До того, чтобы обращать на других внимание. Интересоваться другими людьми, своими собратьями. Отстаивать свои интересы, в том числе экономические интересы. Вот у нас что сейчас, вот эти корпорации, что они говорят? Интересы бизнеса, ничего больше. То есть, вас там рассматривают как винтик, который должен действовать в интересах вот этого бизнеса конкретного. Вы никто и не ждут. По гамбургскому счету, да? Конечно, будут говорить о ценности вашей, но это все слова. Реально, что ценность, как она? В чем она выражается, если речь идет о компании? О работе, о бизнесе. В создании условий комфортных для работы, раз. В размере заработной платы, два. И в том, что начальство прислушивается к вам, три. В проявлении вашей инициативы. Не ты начальник, я дурак. А в том, что к мнению работника прислушиваются. Вот, это и есть. Хорошее отношение. Все остальное, это просто бла-бла. Дальше. Если я научусь говорить нет, меня не буду так часто использовать по пустякам. Вот запомните. Так говорите нет всегда. Когда вы чувствуете, что какие-то пустяки хотят вам вменить в обязанность. Да? Еще что-то. Вот я... Так. Не бойтесь сказать нет. Отказать. Отказывайте. И пусть люди тоже учатся, что не поощрять их вот эти вот... Не поощрять манипуляторов. Да? Не позволяет собой манипулировать. Не позволяет на себя воздействовать. И так далее. Но... А если вы хотите быть рабами, то... Конечно, никто и ничто не поможет вам. Потому что добровольное рабство гораздо хуже, чем принудительное. Да? Что мы и видим сейчас. Добровольное рабство. Вот по закону там все, любое принуждение запрещено, но люди добровольно занимаются тем, что... Тем, к чему обычно принуждают силой. Дальше. Я заслуживаю того, чтобы люди считались моими притязаниями и чувствами. Чувство важно. Если вы чувствуете, что при общении с человеком вы теряете энергию. Что вы не испытываете каких-то положительных эмоций. Что вас не слышат. Вас не понимают. С вами они считаются, а просто используют вас. Ну, так вы не будете себя уважать никогда. Если вы будете терпеть такую ситуацию. Поэтому вы заслуживаете того, чтобы с вашим мнением считались. Начните себя уважать в конце концов. Дальше. Чтобы разрешать конфликтные ситуации, я должен давать людям знать о своей позиции. Обязательно. Говорите прямо. Говорите прямо всегда. Прямо. И дышите ровно. Вот как в моей песне поется. Говорим всегда прямо. Дышим мы всегда ровно. Дальше. Иногда действительно необходимо жаловаться, чтобы встретить поддержку. Ну, пожалуйтесь. И вы увидите, насколько человек ваш друг. Если он выслушает жалобу вашу, поймет. Даст ценный совет. Поможет в этой ситуации. Поддержит вас. Вот это настоящий друг. А если нет, то все. Не общайтесь со случайными людьми. В том, чтобы бороться за свои интересы, нет ничего неженственного. Вежливо и твердо настаивать на своем праве – это не агрессивность. Ну, вежливо и твердо. Вежливости. Будьте вежливыми. Это очень красиво. Вежливость – это очень красиво. И вот твердость одновременно. Я такими людьми восхищаюсь, которые умеют аргументировать, вежливо, твердо настоять на своем и добиться своих целей. Отстоять свои интересы и права.